Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. Следственный комитет продолжает проверку по факту гибели матери тройняшек. Чтобы выяснить точную причину ее смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результат решат, будет ли заведено уголовное дело. Напомним, 6 сентября на больничной койке скончалась Елена Николаева. Несколько месяцев она провела в больнице Пирогова после операции кесарево сечения. Хронику событий восстановит Валерия Макарова. Матвей, Борис и Глеб. Крепкие малыши улыбаются на руках у папы, бабушки и дедушки. В этом семейном портрете не хватает только мамы. Муж Елены Дмитрия вспоминает с первого взгляда понял, что она та самая. Ради нее и переехал в Самару из Петербурга. Лена очень любила детей и мечтала о своих. Долгожданная новость о ее беременности для семьи стала радостной втройне. УЗИ показало трех здоровых малышей. История Елены Николаевой всколыхнула Самару в июне, когда появилась петиция с призывом о помощи. Друзья и родственники девушки опасались за ее жизнь. Хотели привлечь внимание медиков из столицы. На грани жизни и смерти Лена оказалась после того, как родила тройню в больнице имени Пирогова. Малыши появились на свет здоровые, однако хуже стало их маме. Десятого ее сделали кесарево-сечение. На следующий день звонит она, мне говорит, мама под вечером, мне что-то плохо, меня тошнит. Я говорю, обратись к врачу. Врач сказала, что это впоследствии наркоза. Это все пройдет. Через три дня после кесарево-сечения Елена попала в реанимацию. Там за первые 15 дней она перенесла 8 операций. Лена очень терпеливая, в один голос говорят о ней родные. До последнего улыбалась и стойко переносила все болезненные процедуры, чем удивляла даже опытных врачей. В конце августа состояние Лены улучшилось, но из ее легких каждый день откачивали до полутора литра жидкости. Отделения пульмонологии в Пирогова нет, поэтому Лену перевели в больницу Середавина. Казалось, она идет на поправку, однако состояние снова ухудшилось. Ее повезли на диализ, нам сказали, полчаса проходило все нормально, и через 30 минут начали закатываться глазки и вызвали реаниматолога. 40 минут реанимационных действий я не смогли спасти. Через 116 дней после кесарево сечения Лена умерла. Делом заинтересовался следственный комитет, назначена экспертиза. Следствию предстоит выяснить изначальную причину смерти женщины и впоследствии будет устанавливаться, квалифицирована ли ей оказывалась медицинская помощь как в одной, так и в другой больнице. Следствию предстоит еще опросить, впоследствии, если дело будет возможно и допросить медицинских сотрудников. Все говорили, у тебя анализы, как будто ты одним беременна. То есть никаких моментов отклонений в верхней и нижней ступени канки не было. То есть все, что очень идеально. Я хотел бы истинно понять, в чем случилось, как случилось, если есть вина врачей, чтобы она была доказана, чтобы никакие другие девочки больше не попали в такую ситуацию. Матвей и Борис и Глеб растут под присмотром бабушки и двух нянь, что, конечно, затратно. Если вы хотите помочь семье Елены, сделать это можно, отправив средства на счет, который вы видите на экране. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Настоящий грибной бум охватил в этом году Самарскую область. Пользователи соцсетей хвалятся находками и делятся рецептами. А медики уже фиксируют печальную статистику. За последние сутки скорая помощь в Тольятти пять раз выезжала к людям, у которых наблюдались признаки отравления грибами. Среди пострадавших и семилетняя девочка. В Самаре с диагнозом отравления за последнее время было госпитализировано 13 человек. Мариана Мирной расскажет, как не ошибиться с выбором. Белые по 350 за подосиновики просят 150 рублей, а маслята по 100. Из Новобуяна их привез грибник в третьем поколении Иван Савин. Покупатель тоже зависит от как рынок. В основном выходные лучше. И солить, жарить их в принципе. Мариновать можно вот эти грибы. Так есть разные. Подосиновики продавал тоже. Грибов в этом году в Самарских лесах великое множество. При всем многообразии грибов благородных немудрено наткнуться и на мухоморы с поганками. Доктора из токсикологического отделения предупреждают грибников и просят их быть внимательными. Потому что конец сентября и начало октября самое время для самого ядовитого гриба бледной поганки. Поэтому, найдя в лесу гриб, убедитесь, что вы знаете его происхождение и название. Если вы в нем не уверены, то не стоит брать его с собой. А если, как мы, вы нашли вот такого красавца, то складываем его в корзину и везем домой к ужину. Неопытные грибники зачастую получают свои знания из интернета, что приводит к отравлениям. Самой опасной считается бледная поганка. От нее нет противоядия. Но чаще всего люди попадают в больницу, потому что грибы неправильно обрабатывали, например, не варили. Или при засоле не соблюдали рецептуру. Ужин Светланы Шепетовской однажды привел их с мужем на больничную койку. Мы наелись грибов на ночь, спокойненько, сковородочку на двоих. И легли спать. Мы ее съели до последнего гриба. Было тяжелое отравление. Вероятно, это была бледная поганка или ложный опенок. Но отравление было очень тяжелое. Мы там в реанимации провели с ним неделю. Теперь на столе у Светланы можно встретить разве что шампиньоны. Но многие самарцы на рынок идут специально за грибами. Не боясь, что их может коснуться такая беда. Вот если маслята есть, вот рыжики, их же ни с чем не спутывается. А люди-то берут там всякие грибы. Поэтому зачем рисковать? Надо просто брать те грибы, которые знаешь. Сейчас вот посолил, 5 килограмм, у меня не хватает кастрюли. Я вот хочу еще взять, чтобы целую кастрюлю была. Вот такие вот. Тихая охота по душе многим. Но не стоит забывать, что грибы – самое неизученное царство живой природы. И риск полакомиться ими бывает неоправдан. Поэтому специалисты в один голос не рекомендуют давать грибы детям. Марьяна Мирная, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов. События. Семилетний ребенок был доставлен в больницу в четверг после аварии на Московском шоссе, где столкнулись два пассажирских автобуса. Маршрутка врезалась в муниципальный транспорт. Из-за ДТП около двух часов было затруднено движение по Московскому шоссе. С места аварии репортаж Марины Кравцовой. Авария произошла примерно в 11 часов в районе 19-го километра Московского шоссе. Столкнулись муниципальный автобус и маршрутное такси. Муниципальный транспорт получил незначительные повреждения. А вот маршрутный автобус разбит достаточно сильно. Повреждена вся передняя часть. И стекло, фары. Комментировать ситуацию водителя транспорта отказываются, объясняя это шоковым состоянием. По предварительным данным, пострадали не меньше трех пассажиров, в том числе один ребенок. Как пояснили сотрудники автоинспекции, автобус 45-го маршрута выезжал с парковки на Московское шоссе и поворачивал в направлении центра Самары. Маршрутка двигалась в сторону поселка Мехзавод. Столкнулись они на перекрестке. В муниципальном автобусе были только водитель и кондуктор. Пострадали пассажиры маршрутного такси. В автобусе, который двигался по Московскому шоссе в сторону Мехзавода, находилось шесть пассажиров, двое из которых обратились за медицинской помощью. Это ребенок в 7 лет и мужчина, около лет 35-40. Пострадавших доставили в больницу. На легкие травмы пожаловался и водитель микроавтобуса. Как это случилось, авария? Нет, я не знаю. А вы водитель? Да, водитель я. Мне очень плохо. Сейчас не могу. Вы травмы какие-то получили? Да, да. У меня нога болит. Все обстоятельства ДТП пока выясняют, кто виновник аварии, станет ясно по результатам проверки. Марина Кравцова, Григорий Пешаков. События. За день в Самаре происходит 2-3 ДТП с пострадавшими. Ликвидировать чрезвычайную ситуацию и ее последствия, оказать помощь раненым быстро и на высоком уровне, пусть и ежедневные, но сложные задачи всех подразделений МЧС. В Самаре прошли показательные учения по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. За работой спасателей наблюдал Олеся Корецкая. Авария с тремя машинами. Столкнулись автобус, бензовоз и легковой автомобиль. Пострадали 4 человека. Разлился и загорелся бензин. Это легенда для показательных учений всех служб МЧС. Больше всего не повезло манекенам. Их зажало в машине. У них сильные повреждения. Достать пострадавших можно только разрезав автомобиль. Авария сложная. Задействованы все. Пожарные, скорая помощь, медицина, катастроф, спасатели. Такие учения проходят раз в три месяца. Среагировали быстро. Отработали. Действие слажено и правильно. Данные учения нужны для того, чтобы личный состав знал, как действовать в той или иной ситуации. Опять же, слаженность действий между реагирующими подразделениями. В Самаре каждый месяц в среднем происходит 100 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В городе аварии с тремя автомобилями случаются нечасто. Но готовыми нужно быть ко всему. На тренировках главное научиться действовать быстро. Ведь на месте реального ДТП время – самый ценный ресурс. В основном все это на месте. Потому что по вызову нам не всегда передают полную информацию. Информация получается по прибытию. Осложняется только тем, что у нас слишком много пробок на дорогах. А уступают дорогу? Когда как. Часто работу спасателям невольно осложняют очевидцы. Стараются вытащить из покореженных машин пострадавших людей. Делать этого не стоит, напоминают спасатели. Можно еще больше навредить. Лучше дождаться профессионалов, для которых ЧП – это ежедневная работа. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Бабье лето на обис. В Самаре снова грядет потепление. Уже в эти выходные и на следующей неделе синоптики обещают 18 за бортом. Но с четверга начнет холодать. Чего не скажешь о погоде дома. В квартирах самарцев будет май до самой весны. В областной столице дали старт отопительному сезону. В первую очередь тепло появляется в объектах социальной сферы. А затем и в жилых домах и офисах. Как идет процесс потепления, смотрите в нашем следующем сюжете. Шерстяные носки и теплые пижамы отправляются на дальнюю полку в шкафу. Один коворот винта, и в дом пошло тепло. Магии никакой. Процесс давно отработанный, да и все лето готовили систему к отопительному сезону. Но все равно слесарей сантехников в это время олицетворяют с добрыми волшебниками. Процесс тут занимается. Сначала дом заполненный, просто включаем на циркуляцию, через обраточку задавливаем, и потом сбрасываем в воздух, и все. В первую очередь подключают отопление в детских садах, школах и больницах. Те соцобъекты, что находятся на первых этажах жилых домов, не исключение. Для жителей этих домов приятный бонус. У них первых потепляют батарею. У всех остальных отопление будет подключено до 10 октября. Опасения вызывали дома, где в рамках программы капремонт меняли систему отопления. Но городские власти держат эти адреса на контроле. По поводу пуска тепла и всей недоделки. Районам обращаю внимание на фонд капремонта и те ремонты, которые сегодня... Они могут выплеснуться наружу. Чтобы мы вот эту ситуацию понимали с вами об этом. И больше на эту тему не говорили. Каждый день в пять вечера первому вице-мэру докладывают оперативную обстановку. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. А через две недели начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Под осенним дождем в историческом центре Самары распустились деревянные цветы. Вторую молодость обрел дом с богатой историей на улице Галактионовской. Волонтеры восстановили фасад, а молодые реставраторы создали уникальные украшения. Точную копию резьбы, которая венчала наличники окон век назад. Как выглядят деревянные барокко и как несколько архитектурных штрихов кардинально изменили облик старых домов, увидела Марина Кравцова. Своё уникальное лицо вновь приобрел дом, которому больше полутора веков. Изначально он был меньше всего в три окна, потом достраивался. За свою историю это здание сменило массу владельцев. Принадлежало и священнику, и торговцу рыбой, и купцу мыловару. Во дворе даже располагалось производство кокосового мыла. Этот дом можно назвать жемчужиной архитектуры старой Самары. В дереве воплотился стиль модерн в продольных наличниках на окнах и кронштейнах в виде лошадиных голов. С модерном соседствует барокко. Это искусная резьба, больше похожая на дворцовую лепнину. Последний штрих. Осталось прикрутить деревянные украшения на оконные наличники. Чтобы в точности воссоздать объемную резьбу, молодые реставраторы трудились все лето. Рисовали эскизы, затем воплощали идею в дереве. Всего пришлось сделать 10 элементов фантазийных растительных композиций из завитков и листьев. Если меня память не изменяет, это пока единственный дом в таком стиле. Мы работали не с фотографиями, а все-таки с первоначальными сохранившимися элементами, которые были, конечно, в плохом состоянии, но и сохранились, разумеется, не все. Но фактически мы изготовили резьбу по имевшимся аналогам. Каждая деталь – кропотливая ручная работа. Самым сложным этапом было создание рельефа, делится Никита Грицевич. Миллиметр за миллиметром он вырезал причудливые узоры из плоской доски. Чтобы подчеркнуть волокна древесины и защитить красоту от ветра и дождя, резьбу в три слоя покрывали специальным маслом, настойным на мяте. Финишный слой – лак. Я понимал, что я делаю такую работу, которая очень важна для нашего города, потому что старые здания просто исчезают, и восстанавливать их, конечно, сейчас необходимо. Очень приятно видеть, что этот дом сохранился в достоверном историческом состоянии. Самарская барочная резьба должна минимум лет десять удивлять прохожих. За лето на фестивале восстановления исторической среды в порядок привели и покрасили весь фасад дома на Галактионовской. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Ветеран железной дороги паровоз Л-32-85 теперь украшает своим мощным видом привокзальную площадь. Памятник установили в честь 13-летия РЖД. Андрей Горгуленко был среди первых, кто оценил величие Лебедянки. У этого красавца романтичное имя – Лебедянка. В честь ВВА Лебедянского, главного конструктора, придумавшего паровоз. В официальных же документах его называют Л-32-85. Свой путь паровоз начал с Ворошиловградского завода и надежно служил на Куйбышевской железной дороге. В 2011 году, спустя 58 лет работы, его отправили на покой. Теперь он, как и его братья в Рузаевке, Бугульме и на Самарском стадионе «Локомотив», станет символом уходящей эпохи паровозов. На всех этапах он выполнил свою роль. И сейчас мы смотрим на него, как на символ той большой работы, которая выпала на его долю. Паровоз выглядит целым только с одной стороны. В процессе реставрации правую стенку, скрывающую двигатель, демонтировали. Получилась машина в разрезе, чтобы каждому открывался принцип работы парового механизма. Чтобы поколение знало, видели, как работали. Это ж в то время тяжелый труд был машинисту, помощника и особенно кочегара. Открытие памятника приурочено к нескольким событиям. 1 октября исполняется 13 лет РЖД, а также отмечается Международный день пожилого человека. А с Лебедянкой связаны многие ветераны-железнодорожники. Мы будем изучать не только историю механизма, но и людей, которые его обслуживали, работали с ним. Это нам ценно, потому что время уходит, ветераны уходят, а память должна все-таки сохраниться. Л-32-85 по праву называют настоящим тружеником. Сколько тонн перетянул за собой этот паровоз, сейчас уже и не поддается счету. Но теперь ветеран уходит на заслуженную пенсию и оставляет достойную память для потомков. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, События. Москва, Челябинск, Питер, Екатеринбург. Четыре молодых режиссера приехали в Самару на 10-ю юбилейную театральную лабораторию. Нестандартное мышление и особое видение классики, которое не портит оригинал. Вот цель проекта. Как за четыре дня можно поставить спектакль, узнала Мариана Мирная. Люди, ползущие по сцене, и не люди вовсе. Мертвецы, которые померещились Андриану Прохорову. Ожили не только на страницах пушкинского гробовщика, но и на экспериментальной площадке Самарта. Басы и ноги для ощущения свободы и раскрепощения, минимум декораций. Принцип артисты-коврик не мешает, а даже помогает доподлинно вжиться в образ, который на самом деле далек от тебя, как от человека. Мы на самом деле не думали над этим, над возрастом конкретно делать. Мы просто делали, наверное, больше ощущение старости. То, что вот он как внутри, некая заторможенность, уже по-другому у тебя воспринимается темп жизни. Ты видишь вообще другие вещи, как старики. Это уже десятая театральная лаборатория молодая режиссура, в которой еще не матерые постановщики могут поэкспериментировать над собственной фантазией. Пушкина нагружать не хотели, признаются актеры. Взяли юмор и таинственность поэта, добавили свое видение, но в целом шли за режиссером. Это был процесс как бы соучастия, то есть общего создания. То есть в первый день мы, грубо говоря, договорились, как, что и о чем мы будем это делать. И потом просто началось сочинительство. И все. И ребята предлагали, и я предлагал, что-то отметали, что-то брали. За четыре дня с восьми утра и до глубокой ночи насочиняли немало. Появились эскизы Володи Пачехову, холодной осени Бунина и пушкинского гробовщика. Какой-то из набросков наверняка переместится на большую сцену и превратится в полноценный спектакль. А пока за тренинг актеры получают аплодисменты зрителей. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Искушение кисти великого художника в Самаре представили выставку Пабло Пикассо, которую еще не видели в России. Эротические литографии вызвали шквал осуждения, но и восторжные публики не меньше. 18+, возрастное ограничение оправдано. Но все же творчество гения стоит того, чтобы обратить на него свое внимание. Марьяна Мирная оценила. Среди черно-белых полотен, литографий, вдохновленных различными мотивами, от цирка, кориды и театра, без сомнения, веет атмосферой гениальности. Пабло Пикассо открылся с новой стороны. Посетители выставки безмолвно изучают и пытаются осмыслить то, что видят. Картины рождают сомнения и восторг одновременно. Выставка такие смешанные чувства оставила, потому что нужно ее, наверное, сплети домой и подумать, и осознать. Потому что Пикассо представлен здесь именно с новой стороны. Но это неплохо, это именно хорошо, потому что дается такая возможность увидеть одного из любимых художников с новой стороны. Основу выставки представляет наиболее откровенная часть работ «Сюит-347». Как в калейдоскопе, здесь персонажи сменяют друг друга, и закажущимися на первый взгляд бушующими фантазиями художника скрывается и юмор, и сарказм, и сила жизни. Скандал, эротическое шоу только для взрослых. Такие только отзывы не появились в социальных сетях после просмотра выставки Пабло Пикассо. 88 работ впервые открывают российскому зрителю новые грани гениального художника, приоткрывая еще одну страницу его кипучего и страстного творчества. Выставка Пабло Пикассо продлится до 27 ноября, так что у зрителей еще есть время определиться со своими вкусовыми предпочтениями и моральными принципами, чтобы понять для самого себя, стоит ли идти. Возрастное ограничение 18+. Мариана Мирная, Григорий Пишаков, События. Свой день рождения отметил полосатый именинник. На этой неделе амурскому тигру-кактусу исполнилось 9 лет. Поздравить виновника торжества в Самарский зоопарк пришли школьники. Для них провели экскурсию и викторину. В гости к имениннику заглянула и Алина Чемерес. Прогуливаясь по клетке из стороны в сторону, амурский тигр-кактус будто чувствует сегодня праздник в его честь. Чтобы поздравить с днем рождения полосатого именинника, ученики самарских школ с помощью специалистов по аквагриму на несколько часов превращаются в тигрят. В этот день кактусу исполняется 9 лет. По человеческим меркам он в самом расцвете сил. В качестве подарка мясной торт с девятью свечками. С днем рождения! С днем рождения! В Самарский зоопарк амурский тигр попал в возрасте 5 месяцев и сразу начал показывать дерзкий характер, за что и получил свою кличку. Кактус – зверь своенравный и даже в неволе любит охотиться, ловит случайно залетевших в пледку птиц. Здоровье тигра в норме. Весит он 250 килограммов. В природе эти животные достигают и более крупных размеров. В природе они днем в основном отдыхают, а ночью охотятся. Они живут вдоль рек в основном, чтобы попить. И рыбу они, кстати, тоже кушают. И питаются они крупными копытными. Амурских тигров более 20 лет назад занесли в Красную книгу. Сегодня это один из самых малочисленных подвидов диких кошек. Всего чуть более 500 особей. И почти все они живут на территории России. Внести свой вклад в увеличение численности сможет и кактус. Сейчас сотрудники зоопарка подбирают кактусу невесту. Сделать это непросто. Тигр участвует в программе сохранения вида. И прежде чем найти ему подругу, нужно сделать анализ крови. Звери не должны быть близкими родственниками. Когда сюда привезут тигрицу, а сделать это планируют в ближайшие два года, тиграм расширят вольеры, чтобы они здесь смогли растить потомство. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. В Самарском центре городских волонтеров стартует масштабный набор добровольцев, которые будут помогать в проведении чемпионата мира по футболу. В 2018 году им предстоит встречать участников и гостей международного спортивного праздника. А за оставшееся время они должны освоить эту науку. Первыми за парт усели наставники, так называемые рекрутеры, у которых уже есть опыт подобной работы. С ними пообщался Олег Зверев. Более двух с половиной тысяч волонтеров будут задействованы только в Самаре при проведении игр чемпионата мира по футболу. Эта команда должна быть полностью сформирована уже в мае 2018 года, чтобы к самому началу мундиали она могла полностью включиться в работу. А собрать такую команду должны специалисты-рекрутеры. Сегодня в Самаре для них стартовала образовательная программа. Задействованы как самарские тренеры, так и специалисты из Казани, города, который уже имеет опыт организации спортивных мероприятий всемирного масштаба. В команде рекрутеров программы «Городские волонтеры» 15 специалистов, прошедших предварительный отбор в Тольятти, Самаре и Новокубышевске. У них уже есть опыт в организации крупных спортивных событий и создании волонтерских команд. Здесь на базе Самарского технического университета им предстоит получить дополнительные лидерские навыки и изучить критерии, по которым они должны собирать волонтеров. В первую очередь из нас делают дружную команду, чтобы мы могли поддерживать друг друга, помогать и рассказывать о том, как правильно проводить интервью с потенциальными волонтерами, с кандидатами. Зачисление в команду городских волонтеров начнется уже в октябре. Шанс получат все от 16 и старше. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте волонтер 63 РФ название вводится кириллицей и пройти личное собеседование, задача которого выявить, насколько кандидат коммуникабелен, знает английский язык и может рассказать о наиболее интересных страницах истории Самары и ее современных достопримечательностях. В середине октября откроется центр городских волонтеров, где начнут свою работу те рекрутеры, которые как раз сейчас проходят подготовку. Он будет работать на базе политеха, то есть Новосадовая 10, все двери открыты, мы ждем всех желающих кандидатов для прохождения интервью. Олег Зверев, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий и до встречи!